Добрый день, дорогие друзья! В эфире телерадиопередача «Якутск. Сегодня». За режиссерским пультом Михаил Эверестов и Николай Слепцов. У микрофона ведущий Юрий Семенов. Дорогие друзья, добрый день! Мы сегодня с вами говорим на очень актуальную, всегда вечно актуальную проблему, которая называется «Молодежь и идеи развития нашей республики, нашей нации». Поэтому мы сегодняшнюю передачу назвали «Молодежь. Энергия будущего». Сегодня у нас в гостях Варвара Альбертовна Васильева, директор самого крупного республиканского центра по развитию дополнительного образования, который называется «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне». Здравствуйте!» Добрый день! И Николай Андреевич Барамыгин, член общественной палаты Республик Саха-Якутия. Добрый день! Добрый день! Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на теле- и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066 и 321166. Мы ждем, чтобы вы подключились к нашей беседе об очень актуальной теме. Итак, когда мы говорим о молодежи, мы сразу представляем, что мы говорим о будущем. Ведь в образе, облике наших детей, молодежи мы, безусловно, видим будущее, учитывая, что молодежь всегда была некой энергией, развитием, давала импульс. Если посмотреть даже историю, то мы с вами знаем, что очень много таких примеров и в мировой истории, и в нашей Якутии. Вот только, например, взять изобретателя паровозов. Это Вестенгаузер знаменитый. Он в 19 лет изобрел паровоз. И благодаря ему весь мир имеет, так скажем, вторую революционную технологию индустриальной революции. Мы знаем, что в 15 лет американский школьник Файлоу Тейлор изобрел и представил макет телевизора, с помощью которого потом уже он доработал. И мы видим сегодня телевизор, и на экранах сегодня вы видите труд и мышление 15-летнего юноши. Не говоря уж о сегодняшних мультимиллионерах, уже 9-летних блогеров, которые есть в Сингапуре, в Китае, и даже у нас в стране. И не говоря о нашей молодежи, в нашей истории, мы вспомним нашего великого духовного лидера Алексея Алексеевича Кулаковского, который 20 лет написал свои первые произведения «В праве или русский гордиться именем своим». Или главнейшее достижение поэзии Пушкина. И в 23 он основал, можно сказать, якутскую литературу, написав первое поэтическое произведение «Баянай Алга» – «Благословение Баяная». Максим Кирович Амосову было за 20 лет, о юнском и так далее. Поэтому мы сегодня не зря затронули такую большую тему. Но между тем всегда у нас остается такой злободневным вопросом. А какая сегодня молодежь? На что она опирается? Какие созидательные идеи есть? И в преддверии дня рождения нашего первого президента, нашего духовного национального лидера Михаила Фимовича Николаева, мы обсуждаем ту тему, которой он уделял самое большое внимание в политике, будь образование, здоровье детей. Это было всегда в фокусе внимания и сегодня остается. Дорогие друзья, я вот сначала хочу обратиться к Варваре Васильевне. Как вы считаете, на что сегодня опирается наша молодежь? Какая вот наша политика в этом плане? Вот продолжаем ли мы ту политику бережного отношения к детям, которую в свое время начал наш первый президент Михаил Фимович Николаев? Конечно, Юрий Иванович, да. Если посмотреть на историю вообще становления... Сегодня, кстати, день рождения комсомола и день рождения российского движения школьников. С чем я хочу всех поздравить? Почему? Потому что все мы, наверное, были комсомольцами в свое время в молодости. И современная молодежь, современные подростки уже являются членами российского движения школьников. Что является для них основным и что вообще для молодежи является интересным, наверное? Это в данное время наша молодежь сейчас практически не участвует в плохих действиях, скажем, в профилактике правонарушений, практически не распивает напитки. У нас сейчас дискусс очень сильно поменялся. Они стали более осознаннее, чем мы в свое время. Если вспоминать эти 90-е годы или начало 2000-х годов, то теперь у ребенка есть конкретная индивидуальная траектория. Он хочет достигнуть каких-то результатов конкретных. И, конечно же, за то, что он эти конкретные результаты достигает, он хочет иметь портфель каких-то своих плюшек, прядников, как мы это сейчас называем. А вообще, по идее, он должен иметь какое-то вознаграждение за то, что он это сделал. И причем это все у него должно иметь какой-то короткий промежуток жизни. То есть это, например, если взять, например, мы достигали, вот как вы сами говорите, 20 лет, 25 лет, то сейчас тот же 9-летний уже имеет миллионный доход, скажем. Тот же, например, та же девочка, 9-летняя, уже студент университета. То есть сейчас очень сильно сплющилось то время, которое у нас было. И эта модель, которая сейчас развивается вообще в образовании, экономика, она называется втягивающая модель. Очень быстро время сжимается, куда мы не успеваем со своим, возможно, багажом, который у нас есть. И мы уже лет 5 тому назад говорили о том, что дети сделали очень хороший прыжок вперед, практически ядерный прыжок, а мы с вами со своей телесной оболочкой, со своими мыслями, мы немножко от них отстали. И в данное время это нужно нам с вами прорабатывать все свои дефициты, страхи, думать о том, какими мы хотели видеть наших детей. У детей в данное время нет страхов, практически нет дефицита. Мы говорим об этом. Почему? Потому что потребительская модель, которая сейчас есть, она отражается и на нас тоже. У нас всего вдоволь. Если захотим, и любви много, и информации много, и еды много, ресурсов тоже достаточно много. Но в то же время сейчас не хватает ценностей, которые мы должны сформировать сами. Вот это очень важно. Получается вот та целенаправленная политика, которая в 90-х годах была начана по детосбережению, когда Михаил Ефимович первый указ о здоровье подписал. Он был создан первый в России уникальный центр охраны, центр материнства и детства, национальный центр медицины и так далее. Вот поэтому сегодня мы лидеры порождаемости и так далее. А вот ценности, все-таки они очень меняются. Вот вы, Николай Андреевич, очень большой специалист, вы жили в Японии долгое время. Вот страна, которая сделала огромный скачок в развитии, чудо экономическое, вот у них есть, я тоже стажировался в университете Японии, университете Хиросаки. И вот тогда я познакомился с их удивительной философией, кайдзен, которая называется, который каждый человек, будь он управленец, лидер, будь он политик, учитель, даже простая там уборщица, он направлен на постоянное самосовершенствование. Вот почему у них такой большой прорыв был. Это вот такая некая культура. Вот это сегодня у них сохраняется, у их молодежи. Ну, если сказать о Японии, о японцах, действительно, японцы заточены на самосовершенствовании. То есть, вот, и они не сторонники каких-то резких изменений, там, резких улучшений и так далее. Но они сторонники постоянных. Вроде со стороны, кажется, очень маленьких улучшений. Вот была такая информация, что есть токайдо-шинканцен между Токио и Осака, крупнейшими городами Японии. И один россиянин прочитал статью, что вот за год добились уменьшения времени движения поездов на три минуты. Он говорит, ну что, типа, три минуты, да? А потом, оказывается, выяснилось, что за 20 лет работы они сократили время движения между городами Токио и Осака на тех же практически поездах по тем же железным дорогам на более часа. То есть, получается, постоянная, ежедневная работа над улучшением. И вот это им очень свойственно. И потом, во-вторых, да, вот я читал такое мнение, что в других азиатских странах, там, если человек достигает какого-то уровня в какой-то профессии, ему становится скучно. И он переходит на что-то новое, начинает новый проект и так далее. А Япония сможет постоянно совершенствоваться в одном и том же. Вот есть люди, национальные сокровища, так называемые, да, в Японии, которые вот стругают доски. Помните, была телепередача? Да. И там вот достигли того, что вот, например, стружка три микрона. То есть, вот человек всю жизнь тренировался, и у него такая стружка. То есть, это ни один робот, ни один механизм так не сможет. И все-таки уважение к труду у японцев, оно в крови. И поэтому для японцев любой труд ценен и важен. И человек на любом рабочем месте, он считает, что он нужен обществу, его труд, да. И поэтому он, например, та же уборщица или тот же там разнорабочий и так далее. То есть, он действует ради общества, ради своей страны, горд своей работой. И тоже ежедневно улучшает свою работу. И общество уважает этого человека. Да. Я, когда был в Японии, очень убедился в том, что любой труд очень большой и уважаемый, как нам в советское время тоже говорит, любая профессия хороша, каждая профессия достойна уважения. Варвара Робертон, вы обратили на очень большое внимание ценности. А сегодня они меняются или все-таки они должны быть константы, постоянные? Вот это ведь то, что Никан Андреевич сказал, вот такие общества, и в том числе в Великобритании, тоже ведь они ставят так. А у нашего общества сегодня ценности поменялись или они вот есть у детей? Как вы, человек, работающий с детьми, каждый день, как вы замечаете? Вот как раз-таки, да, если говорить о ценностях, если совершенствовать все время что-то одно, это замечательно. Это мы как раз, это наша история, которую мы делали. Сейчас у детей это все немножко по-другому. Опять же, да, у них это время сплющилось, оно сократилось намного. Это, наверное, и в Японии у молодежи, современности тоже такое, наверное, есть. Это мы видим по всему миру, да. Почему? Потому что информация стала очень большой, она местами недостоверная. И, конечно же, местами она идет уже и, ну, хоть как она идет. То есть ее никто практически не контролирует, да. И в этой части, наверное, про ценности, если говорить, то мы, наоборот, мне кажется, наша страна, да, по всей Российской Федерации, немножко с этими улучшениями пошла по другому пути. Улучшения, они не ежедневные, а они у нас меняются. Стратегия сперва в одну сторону, стратегия в другую сторону. То есть дискурс меняется от того, на что мы обратили больше внимания, да, от чего мы, например, исходим. Это вот с одной стороны может и хорошо, потому что мы начинаем над проблемой хорошо думать. А с другой стороны улучшение тех же условий, которые были, это, наоборот, мне кажется, привело бы к тому, что стратегия вышла бы уже преемственной. У нас нет преемственности, вот если прямо так сказать, да. Но в части ценностей я бы хотела здесь подчеркнуть как раз такие ценности, которые Михаил Иванович подчеркивает. Это те образователи, те культ, ну как сказать, это культ, например, отца, матери, труда, здоровья, знания. То есть это все должно быть в ценностных эквивалентах каких-то, да, должно быть прописано. Мы сами как народ понимаем, что отец и мать, это понятно, без них мы не состоялись бы ни как люди, ни как человеки. Кстати, первая республика по инициативе первого президента был День Матери, да, у нас в республике в 90-х годах. День Отца, да, первый. Это вот именно подчеркивание той культуры, значимости и так далее. Вот очень хотелось бы, чтобы мы в этом году в рамках Николаевских чтений обсудили в школе, в школе с детьми, вот эти два праздника, их основы и смысл этих праздников, да. Дорогие друзья, впереди нас ждет реклама. Не переключайтесь, мы снова продолжим наш разговор на очень актуальную тему. Мы вернемся к предстоящим Николаевским чтениям, которые пройдут у нас в республике Саха-Якутия во всех учреждениях образования и науки. Друзья, мы продолжаем нашу программу «Якутск. Сегодня» за режиссерским пультом Михаил Эверестов и Николай Слепцов. Наша программа, я напоминаю, выходит одновременно на теле и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 320066, 321166. Присоединяйтесь к нашему разговору. Наши гости Варвара Альбертовна Васильева и Николай Андреевич Барамыгин. Мы сегодня говорим о молодежи, его потенциале, ценностях, созидательных идеях, которые могли бы послужить тем импульсом для развития нашей республики. Варвара Альбертовна, вот Ваш большой ресурсный центр, который курирует все дополнительное образование, практически охватывает всех детей нашей республики, является инициатором проведения Николаевских чтений в этом году. Расскажите, пожалуйста, более подробно об этих программах и других программах, направленных на формирование, так скажем, наших детей, нашей молодежи и будущее нашей республики. У нас будут впервые в жизни Николаевские чтения для школьников нашей республики, которые будут называться «Дети солнца». Очень интересное название и сам формат проведения тоже очень интересный. Мы с Вами практически с 1-го числа по 8-й уходим на длительные каникулы. И чтобы провести их очень интересно и продуктивно, мы решили провести к дню рождения Михаила Ефимовича вот такой интересный формат проведения Николаевских чтений. Это формат привлечения обучающихся к изучению истории развития родной республики, ознакомления с государственной деятельностью Михаила Ефимовича Николаева. Почему? Потому что, во-первых, это юбилейная дата, в следующем году ему исполняется 85 лет, но и с другой стороны, это изучение истории края своего. Почему? Потому что мы, опять же, чтобы воспитать гражданина-патриота, мы должны понимать, какими способами мы можем его воспитать. И для этого мы придумали такой замечательный проект, в котором хотим, чтобы была вот такая интересная читабельная изба-читальня, где бы наши дети прочитали бы вот эту замечательную книгу вместе со своими родителями, со своими педагогами. Здесь даже в содержании даны те стратегии, которые можно было применить уже сейчас до видения 2030-50-го даже года. И дети, прочитав эту книгу, должны будут рассказать, о чём они поняли и как они это поняли. То есть, получается, полезные каникулы, когда каждый ребёнок у себя дома с родителями... Может обсудить и прочитать. Да, читают книгу «Республика Саха-Якутия. Стратегия развития в первой четверти XXI века», которую Михаил Ефимович в своё время в 2000 году выпустил. Да, да, да. Всё равно темы, которые там обсуждаются в содержании, они очень актуальны. И прежде чем его запустить, мы попробовали это на наших детях, на наших воспитанников. Это оказалось актуально. Даже мой 12-летний сын, например, увидев это, говорит, «О, интересная книжка, оказывается, нам так хорошо написано». 12-летний сын, например, да. То есть для него это было интересно. И увидев то, как он с интересом к этому относится, я подумал, а почему не запустить для всех детей? И получилось, что мы для начальных классов, это приведение классных часов, Николаевский час, обсуждение родной Якутии, его развития и написание сочинений «Если бы я был президентом». Да? То есть всё равно наши дети, которые учатся в школах, они всё равно об этом думают. Если говорить о какой-то мечте, у многих есть мечта стать кем-то. И в первую очередь многие хотят стать президентом, особенно в начальных классах и дошколке, скажем, да. Для обучающихся 5-7 классов это приведение классных часов, также Николаевский час. И обязательно мы хотели бы обсудить, как развивать республику. Это форсает маленькая сессия для наших детей, которые могли бы дать хорошие предложения. Как ещё мы можем рассмотреть стратегию развития нашей республики. Ну и для обучающихся 8-11 классов это чтение книги и обсуждение в классах активов в школьных клубах. Но самое интересное, мы хотим, чтобы наши дети ещё и прочувствовали в челлендже в Инстаграме. Почему? Потому что мы сами понимаем, что уже Инстаграм стал обучать всех нас в том числе, да. Конечно же, с призывом прочитать книгу. Книга даёт очень большой импульс того, как думать над тем, как можно было вообще развивать нашу республику. Это во-вторых, наверное, да. И в-третьих, когда мы будем говорить уже к 13-му числу, это будет у нас уже большой этап, на котором как раз мы с Михаилом Ефимовичем хотим встретиться и переговорить. Как синхронизировать, скажем, часы, как думает Михаил Ефимович, о чём думают наши дети, ну и, конечно же, наши молодые педагоги, которые как раз таки работают с нашими детьми. То есть здесь у нас будет такая синергия и молодёжи, и детства, и, конечно же, старшего поколения. Связь с поколением, получается, да. Вот мы не зря говорим об этой книге, мы не зря говорим об идеях первого президента, потому что не секрет, что Михаил Ефимович определил не только будущее развития республик Сахай-Куте в 21 веке, но и вообще очень большие проекты, связанные с политикой государственной, в том числе в отношении детства, молодёжи и так далее, которые бы стали основой молодёжной политики, политики в развитии. Николай Андреевич, вот какие основные направления сегодня остаются актуальными, и почему нам очень важно изучать, сохранять эту преемственность для развития нашей республики и доводить до молодёжи сегодняшнее это? Ну, потому что, хотя вроде поколение сменилось, да, уже прошло 30 лет, сначала объявление государственного суверенитета в республике Сахай-Куте, вот 20 лет прошло, вот уже после того, как Михаил Ефимович перешёл на работу в Совет Федерации, вот, но те идеи, которые были выдвинуты Михаил Ефимовичем в далёкие 90-е годы и в начале 2000-х, они полностью сохраняют актуальность, потому что те вопросы, которые были поставлены, да, то есть это здоровье нации, да, демографическое развитие нации, новый облик села, вот, решение вопросов бедности и так далее, то есть они до сих пор, как бы, остро встают перед населением республики, особенно перед населением сельских улусов, сельских местностей нашей республики Сахай-Куте, вот, и в этой связи, да, те труды, которые написал Михаил Ефимович, они становятся такими якорными точками, вот, вокруг которых можно прививать молодёжи, вот, позитивные мышления, потому что Михаил Ефимович всегда ставит вопросы, да, то есть он в своё время как-то говорил такую мысль, что надо отходить от провинциального мышления, надо отходить от того, чтобы считать Якутск какой-то маленькой задрипанной деревней, а Якутию, вот, как сказал известный блогер, там, одним местом мира, да, надо считать, что это вот, это центр, и то, что мы делаем, это самоценно, и поэтому надо отходить от этого. И вот результаты того духа, который Михаил Ефимович дал, да, мы видим особенно в успехах нашего якутского кино, которое сейчас является, возможно, квинтэссенцией, да, якутского национального духа, духа жителей республики. То есть и то, что наши фильмы побеждают на международных фестивалях, то, что вот наш фильм «Тыгандархан» отобрали для показа российских фильмов Великобритании, да, вот, то, что наш фильм «Царь-птица» получил гран-при Московского кинофестиваля, юбилейного кинофестиваля, это говорит о многом. Ну и, во-вторых, всё-таки, вот я хотел бы, вот мы до этого обсуждали молодёжь, да, в Японии есть такое понятие поколение саторий. Саторий — это вот такой буддизм, то есть неожиданное озарение, да, то есть как человек выходит на прямую связь с космосом и получает данные, да, информацию прямо от природы. И вот они говорят, сейчас вот новому поколению ничего не надо знать, ничего не надо изучать, всё есть в интернете, что требуется, просто запросить, например, Google, и Google ответит. И поэтому, конечно, вот в это время, особенно то, что говорит Михаил Ефимович, оно становится ещё более важным. То есть это вот те культ отца, культ матери, культ семьи, да, то есть и то, что вот Российская Федерация и лично президент Владимир Владимирович Путин, да, он поддерживает те идеи, которые были выдвинуты Михаил Ефимовичем Николаевым, это говорит о многом. О том, что вот эти же проблемы, которые стоят перед Якутией, они также остро стоят, да, может быть, даже острее стоят, да, перед другими регионами нашей необъятной страны. А самое главное, они под идеей первого президента поддерживаются народом, потому что они очень народные, можно сказать. И здесь очень важно отметить то, что вот, как вы сказали, Николай Андреевич, что происходит в мире, что происходит с молодёжью, вот говорят, всё можно найти, всё, но другое дело, какой ты человек, какая конституция у человека, это всё ведь закладывается в семье, в ценностях, общество, которое есть. И вот Николаевские чтения, в том числе, направлены на то, чтобы выработать культуру, ценности, чтобы она была. Это прежде всего уважение к идеям того поколения, поколения победителей, да, кто был у нас и в советское время, и в 90-х годах, и так далее. Это очень важно. Вот, Варвара Альбертонна, вы сказали на то, что вот школьники будут обсуждать, и так далее, но есть и молодёжная, которая проводится, Министерством молодёжной политики и социальных коммуникаций, наших университетов, и будет большое тоже мероприятие в каждом университете, среднеспециальном учебном заведении республики, молодёжный актив в Улусах, в сёлах, также будут обсуждать стратегию республики Саха-Якутия в первой четверти, 21 век, который Михаил Ефимович в своё время разработал, опубликовал, и начнётся большое движение у нас в республике, которое будет новое поколение, молодёжь, студенты разрабатывать стратегию во второй четверти 21 века, взгляд молодёжи. Это вот мы начинаем, уже обсуждение пошло, и мы тоже 13 ноября очень надеемся на общение с нашим первым президентом, и вот в рамках Николаевских чтений очень надеемся, что выработаются очень надёжные, так скажем, идеи, формы, которых нужно продолжать. Но надо же сказать, что надо придать новое содержание, дать новые темпы развития тем идеям, которые были заложены. Безусловно, они очень фундаментальны, очень интересны и так далее. И вот я с этой точки зрения хочу вас, Варвара Альбертовна, спросить, какие ещё проекты вы ведёте, есть у вас в вашем центре? Конечно. Здесь я бы хотела рассказать про те мероприятия, которые мы проводим, причём они очень интересны и ложатся как раз-таки на то, о чём говорит Михаил Ефимович. Это технологизация, например, скажем, процессов, которые у нас есть. Мы сами должны воспитывать уже ребёнка с технологическим мышлением. Мы всё равно говорим о технократии, о четвёртой положительной революции. То есть обо всём мы говорим, а как мы это должны, не только мероприятиями мы это должны подкрывать, но ещё и образовательной деятельности, которая у нас идёт по всем нашим образовательным организациям. И для этого мы проводим большой якутский технологический фестиваль. Он называется темны.нет. Почему в таком формате мы его назвали? Потому что, объясню, многие спрашивают, что за темны.нет? Это в рамках стратегии национальной технической инициативы есть 11 вызовов перед всем миром. 11 вызовов. В России этих вызовов у нас 7. В Якутии мы у себя выявили 5 таких вызовов, которые смежны со всеми мировыми вызовами. То есть они, о чём мы сейчас говорим, они всё равно на нас отражаются в том числе. В образовании среди детей мы нашли 3 таких вызова. И в одном из таких вызовов как раз-таки наш технологический фестиваль проводится в рамках него. С 11 по 12 декабря 2021 года. Дорогие друзья, мы обязательно продолжим об этом говорить. Впереди нас ждёт реклама. Не переключайтесь. Мы совершенно на небольшой промежуток времени отлучимся. И в нашей студии потом продолжим, вернёмся в наш очень актуальный вопрос. Предстоящие николаевские чтения и формирование идей. Дорогие друзья, мы снова приветствуем вас на передаче «Якутск. Сегодня». Мы возвращаемся к нашей теме. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире и за режиссёрским пультом Михаил Эверестов и Николай Слепцов. Наша программа выходит и на теле, и радиоканалах НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 32-00-66 и 32-11-66. Можете присоединиться, задать свой вопрос. Сегодня у нас в гостях в студии Варвара Альбертовна Васильева и Николай Андреевич Барамыгин, член общественной палаты Республики Саха-Якутия. Варвара Альбертовна, мы в предыдущей нашей разговоре закончили о том, какие мероприятия вы проводите, и вы рассказали о проведении национально-технологической инициативы в Республике Саха-Якутия. Какие ещё проекты у вас есть? Ну вот потом ныне быстренько скажу. 11-12 декабря будет в рамках столетия кружкового движения нашей Республики Федерации. Ну и понятно, что мы приглашаем всех, у кого есть проекты, идеи, технологии, присоединиться к нам, прямо позвонить на телефон нашего центра 319-30-20 и подать заявку. Таким образом мы с вами точно найдём ту идею, которую можно будет претворить в нашей жизни. Ну и второй очень большой проект, который мы ведём, в данное время он активный, это видеоконкурс «Смотреть о России». Об этом я, наверное, говорю на всех своих видеоконтенте в социальных сетях. В данное время этот проект набирает очень большую силу. 3005 команд у нас уже зарегистрировалось, это порядка уже 15 тысяч детей по всей Российской Федерации. Осталось несколько дней, всего лишь два дня до того, чтобы зарегистрироваться. Условия вы знаете, на НВК это тоже крутится реклама. Очень хочу, чтобы наши дети, которые есть на территории Республики Саха-Якутия, приняли участие. Почему? Потому что есть хорошие призы, причём призы, они идут не только от целевого фонда, от нас, но и ещё есть призовой фонд главы нашей Республики, Сеяна Сергеевича, и от наших спонсоров. Принимайте участие, конкурс очень интересен, сам по себе. Смотри, это Россия, это вот инициированный Целевым фондом будущих поколений, вот ваше... Нет, инициированный он был главой. А главой Республики поддержаны вот ваши, вы организаторы. Да. Ключевая его идея в чём заключается? Ключевая его идея — это любовь к родине, показать любовь к родине, своей малой родине. Чтобы каждый ребёнок представил свою родину, вот показал, в какой красоте снял такой видеоролик. Да, да, да. И тема у нас такая легенда нашего края. То есть любая тема, которая очень актуальна у нас в регионе, она зайдёт любому, кто будет участвовать в видеокурсинге. До какого принимаете вы? До 1 ноября мы принимаем все заявки, потом у нас идёт модерация, и с первого по... получается, по 14 число у нас идут результаты всех наших... Время ещё есть, я думаю, наши ребятишки присоединятся к этому большому, хорошему процессу. Мы хотим, Николай Андрей, задать вопрос вам в том плане, что Николаевское чтение, это мы сказали, что это со школьниками будет, со студентами и молодёжами будет. А вот для взрослого населения какие мероприятия у нас планируются? В этом году мы планируем провести Николаевские чтения с представителями улусов и наслегов нашей республики. Мы хотим заслушать представителей общественности, заслушать глав, заслушать депутатов, представительных органов власти, муниципальных органов власти. На тему, на жизненные темы, касающиеся повседневной жизни и их мысли насчёт путей развития собственного района, собственного наслега, заслушать их предложения об улучшении, и может быть, например, о проведении каких-то знаковых мероприятий и так далее. Вот, например, я хотел бы сказать, что в этом году, в апреле месяце в селе Токко Олёкминского района состоялся конкурс охотников Токчара, ролик о котором показали на Всесоюзном телеканале «Охота и рыбалка в России». То есть, в принципе, такие мероприятия можно развивать, то есть их можно превратить в локальные бренды. И тогда у нас в каждом наследии, в каждом селе, в каждом районе будет свой локальный бренд или какой-то локальный продукт. Вот в Японии есть политика Исон Иппин, да, то есть у них в каждой деревне есть уникальный продукт, который выпускается только в этой деревне. Или это сорт какого-то овоща, или это народные промыслы, или это какая-то вышивка. То есть вот они в каждой своей деревне подчёркивают свою уникальность и создают какую-то продукцию, которая продаётся. Поэтому вот мы призываем представителей улусов и наследов нашей республики, городов нашей республики, принять активное участие на Николаевских чтениях 2021 года. То есть будет такое большое некое событие, открытое обсуждение вопросов развития республики, каких-то актуальных, наболевших вопросов. Я думаю, мы это в открытом формате обсудим, в том числе с участием, наверное, и Михаила Ефимовича, и общественности, руководства республики Саха-Якутия. Поэтому мы, уважаемые дорогие друзья, призываем вас всех на местах, особенно в улусах, в сёлах, рассказать, какие у вас есть положительные опыты, поделиться по развитию села, по его новому облику, как мы говорим, да, по борьбе с бедностью. В том числе это одна из актуальных вопросов, которые и президент нашей страны поставил как одним из приоритетов. И Михаил Ефимович об этом давно говорит, и Айсен Сергеевич об этом говорит. Это очень важно, потому что нам нужно об этом сказать, обсудить, и самое главное, показать, что мы хотим. Потому что мы же не всё время можем опираться, смотреть, да. Вот очень, кстати, популярным в последнее время становится. Мы всё время приглашаем каких-то внешних экспертов, внешних каких-то модераторов и так далее. И порой с открытым ртом сидим и смотрим, что нам скажут вот те или иные другие из того мира, из Москвы, Петербурга и так далее. У нас очень много своих умных, хороших людей в сельской местности, в районах, в нашем университетах, институтах, которые у нас есть. Поэтому очень важно бы в этот день послушать, кто-таки наших прислушаться, к их опыту, мнению и обсудить, как будут развиваться. Потому что кроме нас всё-таки никто это делать не будет. А вот как же живут наши молодёжь в селе? Чем она нуждается? Какие с проблемами они встречаются? Как вот развивать наши детей и молодёжь в сельской местности? Давайте этот вопрос обязательно тоже затронем. Варвара Альбертовна. Ну, как говорил Гейна, и даже вот в брошюре Михаила Ефимовича есть такие очень замечательные слова, у всякой эпохи свои задачи. И сейчас наша задача — это научить, мне кажется, детей любить. На любви всё основано. Любить свою родину, любить свою семью. Если есть любовь, то можно и уважение, и ценность. Это всё сформировать вокруг него. В селе, например, у нас в Кемпендяе, в селе Кемпендяе Санитарского района есть замечательный центр, Республиканский образовательно-строительный центр, в котором как раз-таки и молодёжь, и те жители, которые живут в Кемпендяйском наследии, работают. Они как раз-таки формируют ту среду, которая... К нам позвонили наши телерадиослушатели. Пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Я приветствую всех участников этого прямой передачи и вот очень поддерживаю Николаевский фильм. А вопрос у меня такой. Хангалацкий луж Валерий Иванович Артюшкин. Я приветствую своего земляка Барамыгина Николая Андреевича. Добрый день. Здравствуйте. И хочу задать в трёх словах. Николай Андреевич, скажи, как общественная парада будет работать. Новый председатель вроде бы или как. Так вот мы ждём. Я царь, член Хангалацкого общественного совета. Поэтому маленько, в двух словах хотя бы. Спасибо, Михаил. Да. Ну, у нас так получилось, что из-за пандемии третий состав Общественной палаты Республики Саха-Якутия переработал целый год. И только в июле этого года был сформирован новый, четвёртый состав Общественной палаты Республики Саха-Якутия. Вот. И избран новый председатель Общественной палаты, молодой, перспективный, Николай Дмитриевич Бугаев, руководитель Якутского музея, вот, кандидат исторических наук. То есть, вот, и сейчас идёт активная работа, вот, общественная палата. Недавно был проведён гражданский форум. К сожалению, вот, из-за эпидемиологической ситуации он был проведён в онлайн формате. Но всё равно было достаточно большое количество участников. Подключались более, там, 200 человек на отдельные секции. Вот, на пленарном заседании было около 200 человек. То есть, ну... И сейчас делегация Республики планирует вылететь на гражданский форум в Москву. Сообщество, да, который пройдёт традиционно в преддверии Дня народного единства 2-3 ноября в гостином ряду в Москве. Вот, невзирая на локдаун, то есть, общественная жизнь продолжается, и делегация вылетает. Спасибо большое за вопрос. Вот, наши жители Республики интересуются деятельностью. Желаем общественной нашей организации, нашему большому движению этому, больших успехах новым председателям тоже. Вот, если возвращаясь к сельской местности, то, наверное, хочется сказать, что молодёжь сама должна проявлять большую активность, настойчивость, учитывая, что сегодня весь мир открыт, есть интернет, есть библиотеки, большие хорошие центры развития, образования, получить достойное образование и вот самим уже создавать. Мы живём в совершенно новых условиях. Вот Михаил Ефимович тоже в своём книге об этом пишет, что сегодняшней молодёжи всё открыто. Николай Андреевич, вот как в этом плане сегодня в нашей Республике, как вы видите, может развиваться наша молодёжь? Вот, ну, у нас в Республике имеется достаточно большое количество музеев государственности, посвящённых нашим основоположникам Республики, людям, внёсшим большой вклад в развитие нашей Республики. И мы считаем, что вот идея Михаила Ефимовича о том, чтобы вот эти музеи государственности объединяли молодёжь и на базе них создавать точки роста, точки обмена идеями, это очень полезно. Спасибо большое, Николай Андреевич. Мы практически подходим к завершению нашей сегодняшней передачи. Она была посвящена молодёжи, созидательной энергии, в том числе опираясь на идеи нашего первого президента Республики Саха-Якутия. Дорогие телерадиослушатели, мы благодарим, что вы были с нами. С вами сегодня был Юрий Семёнов. В гостях у нас Варвара Васильева, Николай Бармыгин, а за режиссёрским пультом был Михаил Эверестов и Николай Слепцов. Дорогие друзья, мы хотим обратить самое большое внимание, чтобы мы верили в наших детей, молодёжь, а их призываем к большей и активной деятельности. Спасибо, до новых встреч.